Аллах Маккар, Аллах Маккар. Время вечерней молитвы, а значит можно принять пищу и утолить жажду. В центральной джима мечети столицы совместно разговариваются более трёх тысяч верующих. И это абсолютно бесплатно. Любой желающий может прийти в шатёр Рамадана, покушать, уйти сытым. Это в свою очередь новые знакомства, новые друзья, сближения, братства. То есть в наших шатрах всегда царит атмосфера братства, единства. На столах традиционно горячее плов, финики, соки и фрукты. Десятки волонтёров помогают накрывать столы и ухаживать за посетителями. В шатёр приходят студенты, рабочие, те, кто не успел попасть домой, да и все желающие, независимо от нации и вероисповедания. Короче, могу сказать, это очень-очень красиво здесь. Как бывает, мне кажется, как я уже домой, уже в Индии. Но это кажется, как мы все одна семья. Но поэтому очень-очень нравится. Очень люди, очень красивые, прекрасные. Язык очень-очень хороший. Это очень красиво, да. Да, мне нравится сюда, в Дагестане тоже хорошо. Здесь всё нормально. Перед разговением в шатре проходит просветительское мероприятие. На этот раз среди почётных гостей депутатский корпус и духовный лидер мусульман. Хизриших Саидов со своей командой взяли на себя обеспечение едой верующих во второй день поста. Хочу всех поздравить с этим священным месяцем Рамадан. В этот месяц Аллах нам прощает наши грехи, принимает наши молитвы. Дай Аллах, чтобы над Дагестаном, над мусульманской умой был всегда мир и благодействие. В прошлый год Аллах нам показал, что всё по воле Аллаха. И если Ему не угодно, даже Ихтали, Ураза-Байрам, Хадь, всё отменил. В моём понимании, Он нам показал, что мы признали, что это всё от Всевышнего зависит. И чтобы мы к Хаджи разблагодарили Аллаха за то, что в этом году, даже если сегодня Аллах нам дал, открывать Уразу вместе. За это, алхамду и ля. Завтра даст или не даст, это уже второй вопрос. Вот к Хаджи день, чтобы мы благодарили Аллаха. Кухня здесь работает практически круглосуточнее. Шатёр Рамадана кормит верующих не только после вечерней молитвы, но и перед рассветом. Ведь мусульманам предстоит держать пост весь день. Помимо этого, сотрудники фонда «Инсан» оказывают адресную доставку еды на ифтар остро нуждающимся семьям.